Привет, просветители! Пару недель назад мы с подписчиками уже обсуждали проект поправок в Семейный кодекс. Авторы Клишес и... Мизулина-старшая. Направленный, по словам депутатов, на защиту прав семьи и детей. Что конкретно решили добавить и от чего избавиться, можете прочитать вот в этом посте в моем Телеграме. Кстати, подписывайтесь. Фотографии из Кыргызстана, комментарии хейтеров и все новости российского образования именно там. Упомянули, что Мизулина с товарищами решила избавиться вот от этой формулировки. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращения, оскорбление или эксплуатацию детей. Согласитесь, ей не место в Семейном кодексе. Но зато у нас появилось новое понятие «добропорядочная семья». Поправки позволят обеспечить эффективную защиту ребенка от возможных угроз его жизни и здоровью, без нанесения вреда добропорядочной семье. Из подобной формулировки следует, что раньше защита прав ребенка наносила вред добропорядочным семьям. Бить запрещали. Кстати, а кто будет решать, какие семьи являются добропорядочными? Если родители поддерживают правительство, вся машина обклеена наклейками, а вот дети рот боятся открыть. Это все еще добропорядочная семья? В общем, вопросов, как всегда, много. И ответы на них нам могут дать только... Мизулины. Поэтому сегодня поговорим о другой стороне медали – неблагополучных семьях. В ролике о школьной документации, кстати, вот он, можете посмотреть, я уже упоминал этот термин. Каждый классный руководитель и социальный педагог должен пристально следить за детьми из подобных семей. И в понимании школы к подобным категориям чаще всего относятся семьи алкоголиков и наркоманов. Хотел бы я сейчас сказать, что в моей практике не было подобных родителей, но, увы. Даже преступления против собственных детей было, проходили, с полицией общались. Но если ребенок одет, обут, приходит в школу без синяков, отец не заваливается на родительское собрание с бутылкой водки – тоже, к сожалению, невыдуманная история. Значит ли это, что никаких проблем нет? Если говорить только о выживании – одет, обут, на ногах держится – отлично. Если же речь идет о жизни, да еще и комфортной с точки зрения психологической атмосферы, чувствуете, как сразу же ювеналочкой запахло, то здесь ситуация совсем другая. Даю отмашку. Именно сейчас нужно написать что-нибудь из серии. А вот деды работали с утра до вечера и не ныли, а меня воспитывали ремнем, и вот я какой замечательный получился. Ну вот и топай отсюда. Замечательный ты наш. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Как я уже говорил, неблагополучная семья прочно ассоциируется с водкой, синяками и кулаками в стене. Это прям мое детство, за исключением синяков. Зато водки, сломанных вещей и тыц-тыц в стену был просто море. Поэтому давайте попытаемся немного расширить наши горизонты и воспользуемся словом «дисфункциональная». Семья может не выполнять свои функции по многим критериям, но для меня, человека, долго работавшего с детьми, дисфункциональная семья – это та семья, в которой в результате постоянных конфликтов страдает ребенок. И вот слово «постоянный» здесь необходимо подчеркнуть. Не существует идеальных людей. Все мы порой проявляем себя не с лучшей стороны, кроме меня. Но срываться на начальника нельзя. На коллег орать вроде тоже не с руки. А вот дома выплеснуть все эмоции – милое дело. И вот когда один или несколько членов семьи постоянно выступает в роли козла отпущения, подвергается физическому или моральному насилию, но синяков-то нет, или наоборот, просто не существует как личность, можно говорить о том, что семья не выполняет свою функцию. Если ребенок понимает, что его будут любить только при условии «дальше ставьте нужную характеристику или модель поведения», в семье – огромная проблема. Конечно, здорово свято верить, что родители всегда любят своих детей. Сюда вставим что-нибудь про материнский инстинкт. Но, во-первых, это не всегда так. А во-вторых, ребенок эту безусловную любовь должен ощущать. И было бы неплохо, чтоб всегда. Даже когда рассыпалась мука, и тебя поймали сигаретой, или после двойки по физике. Мама с папой могут быть недовольны моим поведением. Они даже могут ругаться. Но они все равно меня любят. Нет. Прошло уже много лет, но я до сих пор помню разговор с пятиклассником, заявившим «мама меня не любит». Я, естественно, попытался его переубедить, как и, пожалуй, поступил бы любой взрослый на моем месте, а в ответ получил абсолютно спокойное. Мне она постоянно говорит, что я тупой и слабак. Но если я буду хорошо учиться и заниматься футболом, возможно, она меня полюбит. Нет. Простите, но это не та здоровая мотивация, которая приводит к успехам в школе и на стадионе. Точнее так, именно попытки доказать родителям «я стою в вашей любви» порой скрываются за какими-то свершениями. Только вот после этого триумфа к психологу несколько лет придется ходить. В дисфункциональной семье дети никогда не чувствуют себя достойными любви. Но, возможно, они еще чуть-чуть постараются, и вот тогда дом может стать тем местом, которое дает тебе силу и уверенность, что бы ни случилось там, здесь меня любят и поддерживают. Даже если я не сдам ЕГЭ, даже если совершу какую-нибудь тотальную глупость, здесь меня примут и поддержат. Нет. А может стать стадионом для бесконечных соревнований и попыток доказать свою ценность в глазах самых близких людей. Каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности и иметь то место, в котором можно расслабиться и не ждать удара из-за угла. В идеале это наш дом. Большинство родителей согласится, что защита ребенка – это их работа. И кто-то к ней даже чересчур ответственно относится. В Нальчике возбудили дело против капитана полиции – инспектора по делам несовершеннолетних и многодетной мамы. Она избила школьниц, которые подрались с ее собственными детьми во дворе. Женщина была дома, когда ее дети играли на улице со сверстниками. Но в какой-то момент они вернулись домой в слезах. Тогда женщина вышла на улицу и начала бить двух девочек – учениц второго и седьмого классов. Одна из них получила сотрясение и черепно-мозговую травму. Вот вам и инспектор по делам несовершеннолетних. Интересно, она тоже рассказывает трудным подросткам, что насилие – это не выход. Ее, кстати, пока не уволили. Но порой ребенок чувствует угрозу не где-то там, на улице, в школе, а дома. Если дети не понимают, какую реакцию они могут получить от родителей – сегодня папа меня любит, а завтра орет благим матом, в понедельник я лучший сын на свете, а в пятницу надо было делать аборт – ощущение безопасности пропадает. Дома приходится ходить буквально как по минному полю. Если постоянно напоминать подростку, что его здесь ничего нет, вламываться в комнату без стука – «Ну, я же за квартиру плачу, здесь все мое». Не стоит удивляться, что этот самый безопасный дом сын или дочь рано или поздно найдут на улице. Не случайно многие старшеклассники так мечтают вырваться из родительского гнезда. И далеко не всегда это вопрос сепарации и взросления. Иногда это просто желание сбежать из места, где тебе страшно, некомфортно и просто невозможно расслабиться. В дисфункциональной семье у ребенка нет личности. У него есть функции. Ты должен то-то-то, потому что я так сказал. И речь сейчас не идет об обычных обязанностях. О боже, дитятку заставили помыть посуду. Интересы, переживания, способности ребенка не важны. Мой сын будет учиться исключительно на отлично. Дочка станет балериной. И наплевать, что дочь мечтает играть в волейбол, а у сына дислексия. Он просто лентяй. Безусловно, у взрослых гораздо больше опыта, и многие вопросы за детей решают родители. Это нормально. Ах, это токсичное общество и джистов. Но когда у подростка нет права голоса, зато есть право сделать то, что мама сказала. А чем это хуже? Ни о каком развитии личности речи не идет. Тут либо в 17 лет будет мы пописали, мы покакали, мы поступили. Что-то он у меня какой-то несамостоятельный. Либо при первой же возможности сыночка-корзиночка реализует все то, что было под запретом. У меня в сценарии написано шлепую невидимую попу. Что я имел ввиду? А! Но мы же тебя не так воспитывали! Слева направо, слева. В любой семье случаются конфликты. Но в дисфункциональной крики, ругань и порой рукоприкладство единственный способ решения проблемы любой. Никакого диалога, обсуждений, совместных решений. Зачем? Во-первых, для диалога необходимо уважение. А если ребенок воспринимается продолжением меня, это если повезет, то что здесь обсуждать? Сказали, сделал. Не сделал. Нарали или ударили. Рано или поздно дети привыкают к такой манере общения. Не уверен, что здесь это слово подходит. И в итоге сами начинают закатывать скандалы. Если желаемого можно добиться криками и угрозами, то почему бы этим не воспользоваться? Если в 10 лет угроза отобрать компьютер звучала убедительно, то лет в 15-16 уже дети способны напугать родителей. А то и поднять руку. Многие учителя старшей школы замечают, если на детей до 4 класса включительно постоянно повышали голос, но потому что неуправляемый другого языка не понимают. В 5-м классе обычную речь такие школьники уже не воспринимают. Какие замечания и грозно поднятая бровь. На них 4 года орали так, что стены тряслись. Поэтому если сейчас меня не пытаются оглушить, значит никаких проблем нет. И в семье ситуация такая же. Если мы говорим о семьях, которые не выполняют свои функции, то стоит и упомянуть ситуации, когда члены семей выполняют несвойственные им роли. Порой детям приходится брать на себя функции родителей. Где-то это старший брат или сестра, у которых больше нет никакой своей жизни. Ты старший, так что давай помогай. И опять же, стоит оговориться, я имею в виду гипертрофированную историю, когда воспитанием занимается исключительно старший ребенок. В обычной помощи, конечно же, ничего плохого нет. Но когда шестиклассник сначала забирает сестру из первого класса, затем брата из третьего, потом они все вместе отправляются в детский сад, чтобы забрать еще одну сестру, зато хозяйственным вырастет, готовка, уборка тоже на старшем, и никаких прогулок с друзьями. Кто будет с младшими сидеть? И так каждый день. Узнаю, что Ваня не будет ходить ко мне в театральный кружок, хотя вчера еще буквально горела эта идея. Почему? Папа сказал, что ему нельзя. Он Лизу должен на художественную гимнастику подить. И так со всей активностью. Мне нельзя. Я должен встретить, сидеть, отвезти. Попробовал поговорить с отцом. А кто еще этим должен заниматься? Он старше, пусть с детьми сидит. Ну да, вы же для него детей рожали. Как вы думаете, когда во время классного часа речь зашла об идеальной семье, сколько детей в будущем захотел Ваня? Правильно, ноль. Потому что у него уже три. Еще веселее ситуация, когда ребенком в семье является мама или папа. Вот тут, кстати, можно вспомнить про тот самый алкоголизм. Детям не просто приходится рано взрослеть и самим себя обеспечивать, но и следить за взрослыми, которые не справляются с этой функцией. К сожалению, и такое я видел. Когда семиклассницы приходилось уводить из школы пьяную в Дарбадан мать. Вам пришла с классным руководителем поговорить? Естественно, детство в подобной семье не проходит бесследно. И тут, как говорится, выбор на любой вкус. Вам что предложить? Низкая самооценка, постоянное чувство вины, эмоциональное зависимое, синдром отличника, синдром спасателя, депрессия, невроза, алкоголизм. Каждый найдет что-нибудь для себя. Что с этим добром делать? Обратиться к специалисту. Лучшего вы совета пока не придумали. Понять, признать, что в твоем детстве такое было, а многим это очень тяжело сделать. Посмотреть, как этот опыт отразился на тебе и попытаться двигаться дальше. Не повторяя ошибок родителей уже со своими детьми. Если же ты сейчас находишься в подобной обстановке, мне кажется, очень важно понять два момента. Это не навсегда и ты не виноват. Ты заслуживаешь уважения. И если кто-то, пусть это даже родственники, пытаются доказать тебе обратное, посылай их мысленно на небо за звездочкой. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на мой телеграм. Вам там понравится. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok